Музыка Следующее наше выступление это получается национальная цифровая финансовая инфраструктура Казахстана Бинур Жаленов, председатель правления национальной платежной корпорации Национального банка Республики Казахстан Прошу прощения В прошлом году Казахстан сделал такой большой рывок Запустили цифровой тенге, если не ошибаюсь Мы очень с таким большим воодушевлением за этим наблюдаем Потому что мы тоже планируем в этом году запустить цифровой СОМ И ваш опыт для нас будет очень интересен Поэтому большое спасибо, вам слово Спасибо большое Коллеги, друзья, всем привет В первую очередь хотел поблагодарить гостеприимный Кыргызстан За то, что мы находимся здесь И очень вдохновляет, что целая прияда новых государственных служащих Кыргызской Республики Проактивных, выступающих за невидимое государство От всей души желаю успехов в этой непростой работе В целом, позвольте рассказать о нас немножко Мы национальная платежная корпорация В некотором смысле аналог межбанкского процессингового центра Который здесь есть в Кыргызской Республике В общем, за любое межбанковское взаимодействие в стране мы отвечаем Это межбанковские переводы Это цифровая идентификация Это национальный карточный свитч Ну и ряд новых проектов В целом, мы являемся стопроцентной точкой Национального банка И работаем над рядом еще и инновационных проектов Если взглянуть на историю, то в принципе 30 лет назад В принципе была введена национальная валюта на территории Республики Казахстан Национальный банк тогда создал соответствующую инфраструктуру Банкнотная фабрика, которая печатает деньги Монетный двор, который чеканит монеты Ну и начиная с 2000-х годов поэтапно Начало расти проникновение безналичных платежей На сегодня, по итогам 2023 года Доля безналичных платежей в Казахстане Составляет 88, около 88% Это в первую очередь, конечно, произошло Потому что был и есть конкурентный, динамичный рынок Который конкурирует между собой, создает новые сервисы Привлекает международных партнеров к этой работе Но в свою очередь, чтобы этот рынок состоялся Национальный банк в свое время выработал Соответствующую регуляторную среду Правила игры для конкуренции И создана на нашей базе инфраструктура межбанковских расчетов Ну и теперь мы все говорим, что мир меняется Экономика меняется На наш взгляд, соответственно, финансовая инфраструктура Вот та самая межбанковская инфраструктура Тоже должна соответствовать этим новым реалиям И сегодня я хотел поделиться рядом проектов Которые мы сейчас реализуем И которые, мне кажется, могут вызвать интерес В целом, наша философия очень простая Финтех-сервисы, мобильные кошельки Я не знаю, онлайн-получение кредита Получение цифровой ипотеки Это вершина айсберга Это то, с чем взаимодействует Конечный потребитель сам по себе И это обычно, и это правильно Должна быть конкурентная среда Когда создаются так называемые ВАСы, value-added services А вот в свою очередь для того, чтобы это все Работало устойчиво и в рамках Единой национальной Сети Есть под вершиной этого айсберга Очень много подводной работы Тысячи порой сотрудников И сотни информационных систем Которые можно условно разделить на четыре категории Если вы задумаетесь, любой финтех-сервис состоит из четырех основных вещей Нам надо уметь удаленно клиента идентифицировать Например, с помощью биометрии Нам надо получить от него согласие на то, что его персональные данные обрабатываются Или отзываются Нам надо как-то обмениваться безопасно в принципе данными Неважно, это финансовый документ или транзакция Ну и четвертое, должны быть так называемые платежные рельсы Вот по всем этим четырем слоям работы у нас в национальной платежной корпорации Есть как бы, собственно говоря, предложение для участников рынка Мы также, у нас так называемый коопетишн с нашими партнерами И хорошее сотрудничество такими как Visa, MasterCard, UnionPay Например, в проекте национального карточного свеча Я считаю, что достаточно хороший прецедент такого сотрудничества есть И в случае Казахстана наше твердое убеждение Что вот эта цифровая финансовая инфраструктура Она в большей степени создается и развивается государством Почему? Наше видение, что на каждом этапе Вот если взять, что есть жизненный цикл финансовой услуги Он начинает с открытия банковского счета Потом человек должен иметь возможность, собственно, получить финуслугу Через мобильное банковское приложение В случае Казахстана и Кыргызстана Это госуслуги через финансовый рынок безналично платить Ну и есть там финальная вещь, межбанковские расчеты И вот наша задача, чтобы на каждом этапе жизненного цикла финансовой услуги У нас был свой национальный инструмент Не обязательно единственный, не обязательно монопольный Но он должен быть На наш взгляд это фундаментальная основа цифрового суверенитета И в этом направлении мы движемся Ну и очевидно, что зачастую такие общие национальные решения Они сокращают транзакционные издержки Ну просто потому, что по сути участники финансового рынка Все скидываются на общую инфраструктуру Если совсем уж упрощать И к этой общей инфраструктуре относятся вот эти вещи Мы также активно работаем по направлению открытого банкинга Мы твердо убеждены в том, что данные, неважно, хранятся они в государственных базах данных Или в коммерческих базах данных Это собственность самого потребителя, того, кто эти данные сгенерил Конечно, можно вести много дебатов на тему того Актив это или какая-то другая сущность То есть факт остается фактом Именно гражданин и потребитель должен контролировать Кому его персональные данные доступны, когда это происходит и так далее Поэтому у нас в стране внедряется так называемый сервис цифровых согласий Наше целевое видение состоит в том, чтобы у любого человека был удобный интерфейс Неважно, через YouGov или через мобильное банковское приложение Увидеть, кому, когда и зачем он давал доступ к его персональным данным в разных базах данных И по необходимости дать или отозвать с помощью облачной АЦП биометрической идентификации Цифровая экономика имеет в основном позитивные вещи Но и ряд новых вызовов О вызовах мы порассуждали с точки зрения борьбы с мошенничеством, антифрода и так далее Но есть также концептуальные изменения бизнес-моделей на финансовом рынке в частности Для кого не секрет, что в случае Казахстана банки сейчас представляют собой банкоцентричные цифровые экосистемы Это больше, чем банк, они агрегируют в себе зачастую нефинансовые сервисы И иногда нефинансовые сервисы даже приносят больше ревеню, что мы видим по отчетности И вот эта специфика цифровых платформ, она отличается ведь тем, что конкуренция строится на сетевых эффектов И чем больше критической массы потребителей тот или иной участник рынка собирает, чем тяжелее с ним конкурировать, как и в случае любой другой цифровой платформы И мы считаем, что это в целом как бы неплохо, но у государства должен быть на это такой нормальный рыночный ответ И в нашем случае нормальный рыночный ответ это так называемый level playing field, равный возможности для конкуренции для всех Чтобы не сложилось ситуации, когда те или иные, пусть крупные игроки, коммерческие игроки контролируют большую часть инфраструктуры рынка И никого не пускают в цифровую экономику в целом Вот на это в совокупности наши проекты направлены Я, наверное, позволю себе остановиться на трех проектах, которые наиболее могут быть интересны Это цифровая тенге, открытый банкинг и антифроцентр Начнем с цифровой тенге Что такое цифровая тенге? Это не криптовалюта, не стейблкоин Это просто еще одна форма национальной валюты Вот есть у нас наличные деньги, банкноты, монеты и так далее и тому подобное Есть безналичные электронные деньги И вот появляется третья форма цифровой тенге Чем она отличается? Во-первых, это принципиально другая экономическая сущность Когда вы платите с помощью наличных или вообще держите банкноты у себя За них, за их выпуск, за то, что их принимает по стране Отвечает государство в лице, как правило, центрального или национального банка То есть их стоимость и ценность и возможность их хождения обеспечиваются государством В случае же безналичных платежей электронных денег, как правило Сам факт сохранения ценности и стоимости является требованием к эмитенту этих электронных денег Но в случае, допустим, наших республик это банк второго уровня Цифровой тенге это что-то посередине Когда с одной стороны это доступно онлайн в цифровом виде Но за это отвечает государство Это вот как бы там условно первое отличие Второе отличие, ну в случае нашей стороны цифровой тенге реализован несколько на другой технологии Это технология распределенных реестров, которая открывает ряд новых возможностей Связанных, ну первое с оффлайн платежами, которые мы рассчитываем в этом году запустить в тестовом режиме И второе связанное с программируемостью То есть цифровые тенге можно будет программировать для того, чтобы использовать их в разных смарт-контрактах Какие виды бывают программируемости? Ну самый такой очевидный, который в лоб, наверное, приходит всем Давайте там красить деньги, которые, условно говоря, на бюджет, наши с вами налоги выделяются на бюджет Давайте красить, отслеживать и так далее Будет ли это панацеей? Конечно же нет Но на наш взгляд, и мы сейчас с нашим министерством финансов в комитетах государственных доходов Работаем над пилотным проектом, где совокупная интеграция цифрового тенге с действующими государственными базами данных Позволит минимизировать риск утечки данных Более детально, наверное, об этом тоже в своих пейперах расскажем Мы также активно работаем по направлению трансграничных платежей Казахстан является участником международной инициативы M-Bridge Которая лидится банком международных расчетов У нас первый пилот в мире со свифтом был в прошлом году И я надеюсь, что в этом году будут уже какие-то практические кейсы Что мы сделали в прошлом году? По факту мы сосредоточились над тем, чтобы цифровое тенге можно было получать куда-то И тратить его каким-то образом, желательно, максимально удобно для человека В целевом состоянии цифровой тенге можно будет стратить с карты, NFC, Google Pay, неважно Самое главное, чтобы это было удобно Цифровая тенге доступна для людей через то банковское приложение, которое они хотят И там нет никаких в этом смысле ограничений Мы начали работу и по цифровизации госплатежей с помощью механизма так называемых цифровых ваучеров По большому счету очень много государственной поддержки людям приходит не в форме прямых денег Когда деньги к вам приходят в качестве пособия А, например, субсидия школьного питания или субсидия транспорта Когда, по сути, денежный взаиморасчет происходит между государством И на основании какого-нибудь акта или отчета Я не знаю, оператору столовой Или оператору транспортному холдингу какому-то и так далее Но цифровой тенге, его смарт-контракты что позволяют? Они позволяют эти сложные процессы по актированию, отчетности, взаимопередаче в одно касание превратить В нашем случае мы пошли достаточно на простой кейс Школьное питание, вот Акимат города Алматы Он выделяет деньги, чтобы бесплатно дети кушали с первого по четвертый класс Как сейчас процесс происходит в большинстве случаев Дети кушают или не кушают Столовая пишет отчет Ко мне пришло в этом месте 700 детей, пожалуйста, оплати мне Мы теперь говорим Слушайте, у каждого ребенка есть транспортная карта С которой он все равно ездит, получает на нее Давайте он будет приходить в школу Пикать в столовой, что он по факту покушал или нет И на основании этого смарт-контракт цифровой тенге Автоматом деньги от Акимата Перешлет этой оператору столовой Таким образом Деньги пересылается только по факту Оказание услуги И наш пилот показывает, что там на самом деле Есть существенный потенциал для оптимизации государственного расходования Та же самая логика применима для ваучеров лекарственных средств Когда субсидируется приобретение каких-то лекарственного питания И много каких-то других вещей В этом году мы будем запускать оффлайн платежи Мы масштабируем с участниками рынка Пока у нас 5 банков второго уровня В этом году планируем 10 Ну и у нас большие масштабные планы по цифровизации государственных платежей С которой мы обязательно скоро вернемся Open API и Open Banking Суть очень простая Нам надо построить инфраструктуру Которая позволит с согласия потребителя Передавать данные третьим лицам То есть, к примеру, если я являюсь клиентом банка А и банка Б И хочу видеть информацию о своих счетах в банке В Или финтех-компании Если я потребовал это и дал свое согласие Банк обязан это сделать Вот про это, собственно говоря, открытый банкинг Мы в этом направлении движемся Создали инфраструктуру Работаем над регулированием И это будет обязательно для всех участников финансового рынка В прошлом году мы запустили сервис по агрегации счетов Который я описал Я нахожусь в одном приложении Подтягиваю все свои счета из всех банков, где они у меня есть Вижу там, сколько денег где Сейчас второй этап Можно будет эти деньги между своими счетами переводить С минимальной или без комиссии определенных вещей Так называемой ми-то-ми транзакции Ну и, соответственно, пир-ту-пир, единый QR Все, мы в этом направлении движемся Надеемся, в этом году будут результаты И антифрод-центр Идея супер банальная Это коллективный иммунитет финансового рынка У каждой финансовой организации есть своя антифрод-система Сложная, email и т.д. Но зачастую злоумышленники, мошенники Пользуясь тем, что нет какой-то общей национальной базы данных Кто является мошенником, а кто нет Какие там являются дроппером карты или нет Они могут, пользуясь этими колодцами Сразу обнести, я не знаю, 5 или 6 банков Как это, собственно говоря, и происходит очень часто И вот наша задача Мы соединяем все антифрод-системы всех банков Все инциденты попадают к нам На основании этого формируется черный список Который создает своего рода иммунитет финрынка Совместная инициатива нас, финрегулятора, МВД и других органов В прошлом году мы запустились Вот сегодня в парламенте слушание, во втором чтении Надеюсь, нас уважаемые депутаты поддержат И уже с лета это запустится Ну и в целом мои личные контакты здесь Почта, по телефону доступен, WhatsApp, Telegram Мы всегда открыты к сотрудничеству Мы всегда открыты к предложениям Конструктивные критики для того, чтобы делать наш финансовый рынок еще лучше Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...